Итак, друзья, всем привет! Сегодня 28 августа 2019 года. Сейчас мы своих пчел привезли с качевки. Все пчелосемьи сейчас находятся на стационаре. Сейчас мы начали сокращать наши гнезда, готовить гнезда как бы в зиму, лишние рамочки из улев убирать, оставлять 8, 9, где-то и 10 рамочек. Это все зависит от силы семьи. Сейчас как бы у нас на Урале безвзяточный период и работать нам приходится целый день. Днем, естественно, пчелы летают. Сегодня вот мы работаем, сейчас только что прошел дождь, проглядывает солнышко, пчелы опять начинают летать. Работать с семьями вынимаем из гнезд нашей рамочки с медом, маломедные. Чтобы не привлечь воровок, мы используем средства от воровок. Какое средство? Это обычная уксусная эссенция. В прошлом году я вам уже показывал, кто смотрит мой канал. Я еще раз вам покажу, как мы делаем это средство и как мы им пользуемся. Вот такой вот у нас опрыскиватель с нагнетанием воздуха, литровый. Наливаем его примерно вот так вот воды. Обычная вода. Налив воды. Берем вот эту бутылочку эссенции. Она 70%. Здесь 180 грамм. Примерно вот эту бутылку мы делим пополам. Ну здесь где-то зальем 90 грамм эссенции. Примерно половина. Все, готово. Итак, наша жидкость от воровок уже готова. Накачиваем, проверяем. Брызгает очень неплохо. При сокращении наших семей мы используем ящики, куда ставим наши рамочки с медом маломедные. Берем нашу жидкость. Перед началом работы опрыскиваем внутри стенки. Также вот эту холстину, ее можно смочить первоначально водой, отжать. А потом можно обрызгать нашей жидкостью сверху ящики в круговую. И что мы получаем? Получаем то, что запах эссенции сбивает наших воровок, пчел. И они как бы меньше уже пристают нашим ящикам, где находятся рамки уже с медом. Также с собой мы используем обычное ведро с крышкой. Там налита вода. Отработав с одним ульем и видим, что наши щетки, стамеска, помарались с медом, мы быстренько ложим наше ведро с водой и закрываем. И поехали, если набрали полный комплект рамок, поехали в помещение. Пока мы ездим в помещение, разгружаем наши рамки. В это время наше оборудование, щетки, стамески, они здесь замочены. Приезжаем, стряхиваем воду и все. Если этого не делать, друзья, оставить вот эти вот замаранные щетки с медом, стамески, пока мы ездим, разгружаемся, обязательно пчела-воровка уже до этих щеток будет виться, сидеть. И потом в дальнейшем будет просто тебя преследовать вот эти воровки по всей пасеке при работе со пчелами. Если предостеречь все эти меры безопасности от воровок, используя эссенцию, водичку, то можно свободно в течение дня, в теплый период, когда пчелы активные, можно работать со пчелами. Конечно, сильно гнезда не открывать, открывать на нужные, в такой степени, сколько нам нужно, чтобы достать рамочки. Делать нужно очень быстро, поэтому мы можем работать, конечно, вдвоем, с помощником. Взяв два дымаря, сразу работать в два уля, но мы этого не делаем. Делаем только с одним, работу с одним улем. Я, допустим, достаю рамочки, помощник в это время берет у меня рамочки, счищает с них пчелу, и у нас получается как бы быстро. Ну, в общем, друзья, в видеоролик я вам показал о том, как избавиться, как меньше привлечь воровок при работе на своей пасеке. Итак, друзья, кто как борется с воровками при работе со пчелами, пишите, пожалуйста, комментарии. Я поделился своим видео. В прошлом году было у меня такое же видео. Если кто-то хочет, может зайти и посмотреть. Внизу оставлю ссылку. Ну, в принципе, я все и сейчас вам показал, как мы работаем, чтобы не привлечь пчел воровок. На этом, друзья, видео свое заканчиваю. Всем, друзья, пока и до новых встреч. Всем удачи. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok